Мы хотели поговорить, если желать. А вот лучшее доказательство того. Великая Библия, Слово Божие, наша жизнь, совесть, подсказывает, что жизнь без Бога не до порога. Всё, далёко? А что доказать? А вы смотрели, это такой есть фильм, Мастер Маргарита Булгакова. Михаил Афанасьевич. Ну там же никаких доказательств нет. А он говорит, не надо доказательств. Я его, говорит, распинали при мне. Валан, то ему как говорит Берлиозу? Он говорит, доказательств нет, никаких доказательств. Я распинал его на кресте. И весь сказ. А дети, есть такой ролик сейчас в интернете, называется «Интерью с дьяволом». 12 минут. С дьяволом, в натуре. Засняли. И посмотрите тогда. Он закуривает сигару, дьявол. А журналист, вы курите? А он захотал сатана. Вы спрашиваете того, кто изобрёл это. А кто самый старший ваш враг? Это тот, которого я распил на кресте. Он всё говорит как правду. Но, говорит, я предлагаю правду и ложь, а ты сам разберись. Интерью с дьяволом. А мы пришли сюда. Каблучники безбородые. От бабьи воню в обморок падают. Полуголые валяются тут. Сейчас материться начнёте ещё. Не материться, прошу. Подожди, подожди. Мы показываем Слово Божие. Потому что близок Господь с судом своим на этот саду Магаморру. Вы не с ума сошли. Вы знаете, что будет суд Божий? Нет. Я знаю. Знаете? Ну а чё ж тогда? Надо думать о Боге, о вечности. Всё. Я знаю, что вы отвечаете. Начнёшь говорить, я мусульманин. Это ваша книга? Верующий? Верующий, да? Считать умеешь? Я говорю, ты верующий? Да. Христианин православной веры. А кто Иисус? Мы здесь пришли, чтобы рассказать о самой великой радости, какая была на земле. Что Иисус Христос умер за грехи людей. Но вы головой-то не крутите, не ищите поддержки. Это ну, будьте человеком, нормально. Вот головой туда-сюда вертит уже. Да. Не бойтесь, они вас не зарежут. Если не так скажете. В эту рулетку место разврата и гноя, и тьмы, чтобы возвестить волю Божию. Что людей ожидает за это? Первое. Геенский огонь беспокаянный. И второе. Самая великая радость, какая была на свете. Что на земле, вот сегодня мы празднуем крещение Господне. Иисус Христос умер за грехи людей распятые. И третий день воскрес. И теперь Он может прощать каждому, кто придет и склонится перед Ним. И благословит, чтобы не грешить больше. Отец, а ты священник? Считай так. Священное действие, благовестие. Ты вот мне скажи. Вот у меня день рождения, да? День рождения у меня 7 апреля на благовещение. Это хороший праздник? А это не имеет никакого значения. Совершенно. Просто священники мне говорят все, батюшки в церквях. Потому что мне отмечать день рождения нельзя в связи с тем, что в этот день благовещен. Да никакой роли не играет. Зачем это придумывать? Нигде в Библии ни слова об этом не сказано. Имеет значение, ты со Христом живешь или нет. Только один. Родился ли ты свыше, и Вадим ли ты Духом Божьим? Так вы можете не курить? Вы курите, оказывается. Да. Но зачем вам тогда это нужно? Сейчас. Я военный. Ну, можете не курить? Ну, подложите ее в сторону на 20 минут. Да. Отложил. Ну, вот 20 минут отложили, а 12 лет лишних проживете. Возможно. Это так. Мы говорим о Христе, о спасении. Мы говорим о том, что сегодня вы можете приложить свои силы. Мы буквально окружены возможностями трудиться для Бога. В стране у нас, Российской Федерации, за время перестройки погибло, полностью погибло 31 тысяча сел. Полностью исчезли с леса земли. Мы взяли землю, статус получили и с нуля строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. И уже 28 лет во славу Божию. Мы пришли сюда, в это место разврата, рассказать о Боге, о вечности, что ждет людей за несоблюдение Его законов. И оповестить о великой радости, что Иисус Христос был распят за наши грехи и воскрес третий день. И ныне дарует спасение всем, кто кается и начинает новую жизнь, возродившись свыше. Дядя, можно вопрос? Вы сделайте, чтобы микрофон у вас был поближе. Можно вопрос, говорю? Можно задать вопрос, пожалуйста. Только не ругаться, чтобы... Нет, нет, зачем ругаться? А это место, которое вы хотите нам про это сказать? Что положено на таких местах? Показать Библию? Ну что именно сказать? Какое место? Ну, это место. На этом чате имею в виду. Вопрос-то в чем? Мы пришли сюда, как верующие православные проповедники, людям рассказать о Боге, о Всевышнем. Тут очень много мусульман. Мы им показываем... Это ваша книга? Да. Вот это... Ну вот я говорю, вы по ней-то поступаете, чего ж материтесь так, такую страсть? Малые дети. А мы, Аллах Акбар, там лет семь и матерятся. Я говорю, настоящие-то мусульмане, вам бы глаза заплевали. Разве так можно? Нет, нет. Дело не в мусульмане, дело в людям. Ну, как бы ни было, такое не годится никуда. Он называет себя какой-то верующий, а безобразничает. Потому что я знаю мусульман, уважение к старшим. Слушай, дядь, дело не в мусульмане, дело в людям. Ну, вот мы, если верующие, мы знаем, что за плохие дела Господь будет наказывать после воскресения из мертвых. У вас точно так же написано, не одобряется, разврат разный. У нас Слово Божие, Библия. И там написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Щетка, щетка ясна. Евангелие от Марка, 16 глава. Понятно. У вас, может, какие-то вопросы есть о Боге, о душе, о вечности? Кто-то не готов пока. А вы эту книгу считали когда или нет? В содержании ее знаете? Содержность мы узнаем, пока не читали. А тут вот есть очень важные места, вот пятая сура, 47-й, 66-й аят. Они говорят о нас, о христианах, что нас называют люди Писания. А в то время вообще никакого Писания не было, кроме Библии. То есть прямо о нас сказано. Нам данный жил Евангелие, что мы по нему жили, а не нарушали то, что нам Всевышний дал. Да. Ну, если у вас вопросов нету, то что ж, у нас большой ресурс есть в Ютубе, канал, во свете Библии. Вот мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Ага, это благое дело. Да. Ну, всего хорошего, до свидания. И вам тоже. До свидания. Я отвечать буду на ваши вопросы любые. А вы не хотите стать нормальной... Ну, это не просто уважение, а просто нормы человеческих отношений. Ну да, как бы. Вы же не женщина под параджой лежать. Правильно. Я вам покажу наши ресурсы. Ресурсы. И вы, когда увидите, и скажете, нигде такого не видел. У нас канал огромный. 19 500 роликов. Общий просмотр 40... Как называется? Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. А можете записать? Я не могу. У меня закрыта клавиатура. Закрыта. Вот если вы зайдете туда, и вы увидите, какие у нас люди. У нас все женщины. Два платка, ни одной волосинки не видать. Платье до полу. Нас за мусульман считают. А мы православные. Наши красавицы какие. Перед ними все меркнет. А, понятно, понятно, дядя. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас этого нету. У нас тут же этого нету. Ну и слава богу. Давай поговорим. Вылезь оттуда. Нет. Не вылезешь. Приковали за ноги и держат. Эта рулетка многим боком выйдет. 50% примерно голые лежат. И процентов 90 мусульмане. И вы знаете, хохочут они, сидят. Я говорю, а вы зачем здесь? Поговорить. Я говорю, а поговорить-то? Я подойду. Красный сон. Приводом. Приводом я понял, правда. Креский, красный, вот. Чего-то ушел с концом. Как крестное знамя не совершишь, так кверх ногами все падают. Как огня боятся. Библию покажешь. Та же самая история. Любовь Божия постигает, достигает всех мест. Что Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Благодатью мы спасены. О, я, я. Скажите про вас. Давайте. Выходите прямо, садитесь. Сядьте прямо, чтобы я вас видел. Вот. Ну, один глаз. Смешной мужик. Ну, еще с одним глазом разговаривает. Ну, еще ты. Я же вам плохого-то не принес. Прямо уговаривать приходится. Тут написано правило. Правило рулетки не скрывать лицо. Вы нарушаете правило. Зачем это вам нужно? Вы ознакомьтесь. Это вас легко заблокируют. Вам надо 200 рублей будет платить. Да зачем вам это? Ну, хорошо. А платим что? Вылезьте оттуда, пожалуйста. Я прошу вас. Мы поговорим. Я отвечу на все ваши вопросы. Понятно, понятно. Я вас понял. Хорошего вам дня. Всего хорошего. С Богом. Ищите Бога пока близко. Вы будете ругаться или нет? Нет, конечно. Мы мирные люди. Мы пришли сюда возвестить, что ждет людей за безобразие, какие творят здесь. И о любви Божией. Сейчас тебе сам скажу. Так. Господь сказал, что люди, которые грешные, могут сегодня спастись. За грехи людей умер Иисус Христос распятый. И воскрес третий день. А ты знаешь, старый? А ты знаешь, что тут сидеть тоже грех? А вы не решайте, что грех. Мы послали сюда рассказать людям, чтобы не делали этого. А ты кто? Игра на поле. В этой книге тоже написано, что попало не делать? Конечно. Конечно. А что мы делаем, что ли, старый? Ну, мы и говорим. Конечно, конечно, старый. Мы же ничего не делаем. Мы же не делаем. Делают. Делают. Маленькие ребятишки. Маленькие ребятишки лет семь кричат Аллах Акбар, матерят меня. Я говорю, настоящие мусульмане, вам бы наплевали в лицо, как в Саудовской Аравии или в Тунисе. Подожди. А ты знаешь, что такое? Что означает слово Аллах Акбар? Знаю. Я отвечаю на это. Иисус Акбар. Базар у меня Иисус тоже сказал. Иисус Акбар. А? Велик. Велик и превыше его никого нету. Еще не знаю. У меня один том написан. У меня 38 книг вышло и один посвященный этой книге. Я все суры, аяты сравниваю с Библией. Говорят, да у нас почти одинаково. Конечно. В Библии есть. Это как его. А я уже забыл, это как называется. Стих, стих, в Библии есть, а в Коране сура. Да. Так вот, слушай, если ты называешься мусульманином, я вам первый вопрос задаю. Вы эту книгу просчитали хоть один раз? Нет. Нет. А здесь есть пятая сура, 47-66 аяты. Слушай внимательно. И там написано, мы, христиане, называемся люди Писания. Нас называют так. Люди Писания. А когда это написано? В 7 веке. Ваш основатель религии вашей умер в 632 году. И мы люди Писания. Почему? Другого Писания не было, кроме Библии. Я по этому же опыту. И написано, чтобы я не нарушал то, что дал мне Господь. Конечно. Конечно, старый. Молодец. Я рад, что ты это знаешь. Я рад. А мы это делаем. Вот. Так что, дядь, тут время лучше не убивать. Здесь твоими делами займись. Да делами займись. Мы этим и занимаемся. Мы нашли здесь людей, которые могут разговаривать не голые. Уже 650. Вот когда ты вот теперь раз вот этот, как его? Знаешь что? Помнишь? Так, послушай. Послушай. Вот здесь много... Когда я увидел, что я тебе сказал? Я отвечаю вам. Смотри. Здесь много мусульман. Я говорю, а вы зачем здесь? Ну вот, познакомиться. Я говорю, не поэтому. А потому что дома у тебя 4 жены. Надо колым платить. А тут 44 голо и даром. Сейчас знаешь, какая тема пошла. Сейчас, наоборот, все хотят 4 жены. Потому что это же капитально этот... Путин капитал поднял. Да, материнский капитал, короче, поднял там по 600 тысяч. Так что они сюда не будут больше приезжать. Путин решил... Я говорю, а вы для чего здесь? Потому что здесь 44 и голые женщины. И платить не надо. И вы южные жеребцы пашите на северных кобылах. Базар умеет, базар умеет. Ай-яй-яй. Ну ладно. Знаете, Иисус умер за вас и зовет с покаянием. Всего вам, доктор. Всего хорошего. С Богом. С Богом.